Итак, дамы и господа, всем здравствуйте! С вами, как всегда, Фокус, и сегодня у нас финал The Casting of Rank Stone из альтернативной реальности. В прошлый раз у нас получилась уже какая-то концовка, и очень бы хотелось ее немножечко улучшить. Поэтому, без лишних слов, сразу поехали. Итак, нам нужно, нам нужно обязательно взять геймпад, нам нужно обязательно взять для начала, наверное, мышку, чтобы запустить, хотя сейчас посмотрим на самом деле. Так, мы выделим, и по идее, по идее мы сейчас сможем начать. Ага, вот таким образом это делается. Ну все, поехали, дамы и господа, давайте смотреть, давайте улучшать. Откроем какую-нибудь еще концовку, классно постараемся, по крайней мере, уж очень постараемся. In the House of Madness. Так, здесь, здесь мы отправили, оставили ее здесь, давайте попробуем ее отправить. Так, а в конце у нас получилась проблема, потому что у нас есть это зеркальце, которое нам бабуля дала. Это не кулон был, прикиньте, это было зеркальце, это вообще другое, капец. Будем думать. Ты в порядке? Че? Бонни? Что? Эй, полегче, полегче. Что за... что это? Все хорошо, все хорошо. Ты не Бонни? Нет, я, эээ, Бонни звали мою маму. Ты ее знала? Так, эээ, давай вот так. В этот раз. Что, мама? Это же просто невозможно. Ты говоришь о Бонни Ривера, да? Да, она была прямо тут, но мы с ней... Мама умерла недавно. Нет. Нет, 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 мы были на заводе и снимали фильм. Мы как раз закончили. Чего? Так, часы активировались. Вбежал Стэн. Мадин! О, Боже, да вот эта тварь бежит за мной! Ну кто? Ну там же никого нету, я не понимаю, вот от кого он там-то бежит. Там никого нет, я не понимаю, почему он вбегает и говорит, там кто-то за ним бежит. Я потеряла тебя, потом пришла сюда, а тут она... Ну как? Не знаю, как ты оказалась здесь? Как? Не знаю! Стэн! Нечего тут делать, погиб. Ты была в нём? Думаю, да. А обратно она сработает? Так, с надеждой надо попробовать, со страхом только не обратно. Смотрите, мы в прошлый раз её не оставили, но у неё уже есть вот это зеркальце, которое ей бабуля в магазине дала. Прикиньте, это практически в начале игры. Поэтому, я думаю, здесь её оставлять не будем. Отправим её обратно, а там попробуем засейвить, ну всё, что можем сделать, спасти её как-то от Фрэнка. Очень попробуем. Может быть, это не получится, а может быть и получится. Поэтому давайте пробовать. Так, надо попробовать, поехали. Если есть шанс, что это правда, надо попробовать. Мои друзья в страшной опасности, и мне нужно вернуться к ним, где бы они ни были. Я помогу. Давай забирайся обратно в эту камеру, или как его там. Я попробую разобраться с управлением. Я послежу, если кто помешивает. Вот. И теперь, видишь, его эта штука не разрубает. По крайней мере, пока не разрубает. Его тоже надо засейвить, попробовать. Такой стоит, командует, вообще. Что, 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 быстро? Мы не успеваем. Мы идём. О-о-о-о. Ещё раз. Вдвоём. А сразу так нельзя было сделать, а, братан? Ты видел там, какая скорость? О-о-о. А что теперь? Да, его надо... Блин, он стоит в этой штуке внутри. Опять кольца. То есть, ты отошёл, сейчас опять в опасности стоит. Ой-ой-ой-ой-ой. Так ты давай, отойди, отойди. А что, куда он падает-то, я не понимаю. Там, главное, я так понимаю, в самом начале очень быстро нажать. Когда ты успеваешь. Бедный стенд. Тут у него, видать, столько шансов отлететь в этом моменте. Всё, она залазит туда. Всё, мы её отправили в прошлое. Всё. Так, а вот теперь надо убегать. Мэйди помогла вам с саркофагом. И теперь они вдвоём видят эту тётю. И убегают. Давай, 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 давай. Там не бабуля, кстати, была. Типа в старом обличье, нет? Так, давайте теперь смотреть. Теперь у нас пошло по-другому. Мы отправили нашу Крис в прошлое. Теперь надо её спасать от Фрэнка Стоуна. Мы теперь делаем по-другому. Мы всех записываем. Точнее, всеми персонажами записываем Фрэнка. Вот, она вышла обратно. Отлично. И всех спасаем. Ну, по крайней мере, пытаемся спасти. Так, вот с этой кнопкой нажать им надо очень быстро изначально. Вы вернулись на завод через портал. Хорошо, отлично. Охренеть! Всё получилось! Мне это точно не приснилось? Ну, так ты дверь открой, увидишь, что не приснилось. Так, и мы, кстати, в игре не нашли одну, ну, как сказать, одну бумажечку, один документик такой вот. Покинуть машинный цех. Ну, то есть я просто к чему говорю, что неизвестно кто именно его не нашёл. То есть, видимо, какой-то персонаж, которого мы потеряли, он должен был пройтись и найти этот документ. Ну, это вряд ли на этой сцене, конечно же, очень вряд ли. Оба. Подожди, подожди, вернёмся. Есть? Есть? Не-не-не, погоди, погоди, погоди. Есть-то кто? Я думаю, что здесь этого не будет. Документы. То есть, где-то лежит ещё документ мы один не нашли. Там мы нашли фигурки, все куколки, но вот мы не нашли документ. Так, ну это же коробка, да? Это обычная коробка, которая показывает. Ну нет, здесь нету, я думаю. Я думаю, что здесь его нету. Я думаю, что здесь бессмысленно искать. Просто бежим обратно. Это, в принципе, локацию, мы все сходили другими персонажами. Это, скорее всего, один из персонажей, которого мы потеряли, должен найти. Так, это тоже. Здесь эту локацию мы бегали, смотрели. Я думаю, здесь просто надо бежать и вообще как бы не париться. Так, откуда мы пришли? Оттуда? Да, это конец. Я думаю, что здесь сразу сюда. Поехали. Я была там что-нибудь сказать ей просто. Ты не поверишь, что я видела. Это бред какой-то, но... Я тоже видела. Чуть не попалась. Меня спасла эта штука. А... Я в другом месте. Так. Обеспокоена. Давай пока вот так. Нам сейчас на этом надо сфокусироваться. Что за хрень? Не знаю, что происходит, но каждый раз, когда мы снимаем эту штуку, время вроде как замедляется. Замедление может помочь нам его победить, и больше никто не пострадает. Крис, тогда в механическом цехе, в убежище Стоуна. Что там произошло? Я шла. Меня куда-то перенесло. И сейчас я пытаюсь вспомнить, и просто не могу. Типа... Типа, вот оно, в голове. Прям в памяти. И тут же куда-то скользает. Но это правда. Я клянусь. Ох, расслабься. Лида! Типа, она забыла, что ли, уже? Удар. Не, не надо, не надо, не надо, не надо. Вы решили не бить Хайма? Крис, я... Я испугался. Там без вариантов. Что тут сказать? Прости. Сейчас бы не было тут Хайма, если бы мы тебя спасали. Я бы сделала то же самое. Что с тобой случилось? Ты была рядом, а потом пропала. Короче, Крис, что бы там ни случилось, мы разберемся. Но пока не время супер рассматриваться. И как отсюда сматываться? Так, их четверо у нас, да? Можно выбраться через ливневку. Если повезет, то мы найдем вход в этой комнате. Так, вот сейчас надо снимать. Их четверо надо снимать. Роберт и отец уехали, да? Точнее, Роберт уехал за отцом. Хорошо. Так, теперь мы здесь. Теперь мы находим медальончик, да? И кому мы его отдаем? Ну, блин, с этим медальончиком тоже прикол. Что-нибудь видно? Я ничего не вижу. Твои глаза могут врать. А я только подумала, что раскусил это местечко. Потеряться здесь, это как пропустить мозги через мясорубку. Что? О, ничего. Просто я подумала, что спроси меня кто-то о том, что здесь вообще произошло, то я бы не знала, с чего начать. Эта ночь все тянется и тянется. Да. Но знаешь что? Мы здесь торчали кучу времени, и все было окей. Ну? Ты знаешь. С появлением говнюка шерифа все пошло через задницу. Ты не знаешь наверняка, что дело в нем. А ты что, не в нем. И что теперь делать? У нас как бы всего один вариант. То есть? Убраться отсюда нахер как можно скорее. Ну как же Линда? А что с ней? А Линда с шерифом у нас сейчас. Можем мы наткнемся на нее по пути? Так, ну что? Скажи, что за история с девчонкой. Поехали. Девушка из саркофага. Я не знаю подробностей. Говорит, знала мою маму, но это же полный бред. Как и все, что здесь творится. Жаль, мы не пообщались подольше. Я лишь надеюсь... Жаль, мы не пообщались подольше. Я лишь надеюсь, что она вернулась туда, куда хотела. Сейчас бы прилечь на кроватку, а не это все. На эту кровать ложились разве что девственницы перед ритуальным жертвоприношением. Может, Августина специально нас заманила? Послушай. Чтобы принести кого-то из нас в жертву? Ну, я знаю, как тебя обезопасить. Фу, чувак. Так. Короче, смотрите. Смотрите. Вот в чем сейчас прикол. Вот оно лежит. И лежит это... Как это назвать? Ожерелье или как это назвать? Приколдес в чем? Приколдес в чем? В том, что брать его, походу, вообще не надо. Понимаешь как? Либо, блин, либо, либо, либо отдать его Стэну. Я просто не понимаю одно. Типа Стэн это наш персонаж? Типа важный для нас? Или это типа... Ну, как сказать... Типа он на стороне этой играет? Ведь она же его, как бы... Ну, как бы... На работу наняла, помните? То есть, как бы... Вопрос-то вот в чем. Ну, не суди книгу по обложке, да? Блин, сейчас надо вот будет решение принимать. А какое решение верное, я не знаю. Так, здесь... Ну, мы с вами читали в прошлый раз, поэтому мы экономим время на всяких таких моментиках, да? Сразу берем ключ, открываем там. Вот. Видишь? Поэтому нам надо, чтобы там Фрэнк, типа, никого не смог у нас мочкануть, да? Тогда все будет нормально. Так, используем предмет. Поехали. Сейчас откроется у нас дверь. Блин, что делаем с этим ожерельем? Короче, в чем прикол? В чем прикол с этим ожерельем? Как я понял? Что в конце Августина сможет при помощи этого ожерелья, скажем так, каким-то гипнозом, что ли, затолкать одного персонажа к Фрэнку Стоуну. Вот. А если мы его не берем, то никого не затолкает. Ну, то есть Мэйде его отдавать-то точно не надо? А вот, может быть, его и надо отдать этому типу? Ну, фиг его знает, ребят. Я не знаю. Я не понимаю. То есть он пришел... Блин, ну, с другой стороны, да, он какой-то левый тип. Смотри, он левый тип. Но Августине же нужно было тоже... Тоже-то же пленка от него, да? То есть его наняли как бы по-другому. Но суть-то та же. Поэтому давайте его тоже попробуем засейвить. Просто вообще не будем брать эту штуку. Сразу пойдем сюда. Давайте попробуем так. Я не знаю, правильно это или нет. Причем там везде нам было, что там протектив, типа, защищает. А по факту, типа, получается наоборот. Но, возможно, я не прав. Но я попробую все-таки так отыграть. Давай, мы сразу сюда идем. Там наверху ничего смотреть не надо. Мы тогда, помните, ходили и там ничего не было. Мы просто туда-сюда сгоняли. Вот, поэтому мы сразу... Сразу сюда идем. А, здесь конец. Ну, по-моему, там и был конец. В любом случае, мы там все смотрели. Мы все там ачивочки получили. Вот. И мы уже попадаем сюда. И мы без этого кулона, да? Давайте попробуем таким образом сыграть. Возможно, это ошибка была. Тут я не знаю. Там главное, тень сверху, будто она уже была там. Тебе надо понять. Вот. Приходят наши ребята. Я даже не знаю. Линда! Я так рада тебя видеть. Ты не поверишь, что сейчас было. Я нашла странную комнату, и вдруг из ниоткуда возникла девушка. Мэдди, послушай. Это не тот Сэм Грин, который был в Сидар-Хиллз. Он самозванец. Нельзя ему доверять. Признаю. Время, расстояние и куча всего прочего немыслимого разделяет нас. Но кем бы я ни был, ты можешь... Мне доверять. Полностью. С какой-то стати. Ты видела хранилище Августины? Она не просто собирает каждый кусочек твоего фильма. Она собирает каждый кусочек его пленки, который вообще когда-либо существовал. И что это должно значить? Так. Ну да, пленка-то там была. Но поддерживая, мне кажется, здесь как бы вариантов-то нет. Мне кажется, это правильно. Не уверена, что еще час назад сказала бы такое, но после всего произошедшего, мне кажется, Сэм прав. Августина врала нам. Каким бы ни был ее план, он за гранью нашего понимания. Видела бы ты тот зал и ту девушку. Я не верю Августине, но этому типу и вовсе. По крайней мере, Августина не притворяется кем-то из твоего прошлого. Это ты ошибаешься. Мне не нравится идея здесь оставаться. Нужно выбираться отсюда. Так, то есть у нас здесь четверо, там четверо. И Роберт с отцом отдельно пока что. Да, у нас сейчас такая ситуация. Это же твой фильм, да? Да. Это он. Твой кусочек пленки у тебя? Ага. Дай-ка взгляну. Ага. Мэдди. Мне нужна настоящая пленка. Что? Да где оно? А если бы у него была настоящая пленка, чтобы он сделал, уничтожил ее или что? Все, нету пленки. Все пропало. Бежала прямо здесь. Да, новейш, она вытаскивает сразу хоп. А твоя часть у тебя? Так, покажи мне. Покажи, что забрал у моего сына. Э, не, могу. Ты не можешь? Я, как бы, типа, уже договорился с Августиной. Это было до прихода остальных. Я подсуетился. Так. Погоди. Мне кажется, мне кажется, его как бы, ну, с какой-то точки зрения обхитрили, обманули, да? То есть, он немножко в этом плане был недалекий. Давай вот такой выбор сделаем. Да. Да. Если бы я только знал, насколько кончено окажется Августина по итогу, я бы попросил двойную прибавку. А потом бы сказал, нет, спасибо. И был бы непоколебим, честно-пречестно. А я еще пыталась сомневаться в твою пользу, Стэн. Ну что, ты этого хотела? Может, хватит с тебя этих игр? Если все части пленки были все это время у нее, зачем мы ей? Зачем они ей? Это хороший вопрос. Кстати, это реально хороший вопрос. Зачем они ей? Так, вот сейчас надо стараться этих всех спасти, насколько я смогу. А вот. Блин, если не получится спасти, это проблема. Сейчас давайте включаемся, максимально все пытаемся успевать. Записываем его всегда. Четырых засейвить надо. Че лежим? Че лежим-то? Вон он идет. Давай-давай-давай, включаем. Давай-давай-давай-давай-давай-давай. Она типа, видишь, как ее надо как... Ну не зарядить, а вот и взвести, да? Как здесь? Аккуратно-аккуратно-аккуратно-аккуратно. Нет, нет, нет! Переходи, гадди, гадди. Быстрее чуть-чуть можно? Ну-ну-ну. Это ты сделай что-нибудь, что она висит-то у тебя на крюке-то? Боже мой! Подожди, она еще живая, же на? А, ну... А, ну... чайба но у меня не было шанса ее спасти получается ли как нет все было не так чего но у меня не было шансы и спасти типа я все сделал как могло предыдущей серии повлиять вообще никаких идей когда они вдвоем выходили могли они там уйти вообще уйти могли они же не вернуться на этот завод линда но не могли да потому что они же там типа не доснимали еще до конца по моему помните они выходили вдвоем как раз а погоди она могла не выйти с ней кстати да вот эта тетя могла с ней не выйти тогда то было бы одна на улице может быть она такая ну и пошли они нахер ушла бы домой да как вариант ну наверно ладно давай пока таким образом этого не было никогда вот-вот слушай ну получается у него есть уже одна жертва да а сию есть одна жертва то все он при прилетит сюда возможно надо было еще аж на заводе и и короче это понял еще на заводе и и надо было изначально когда она выходила на улицу отправить одну помните они там стояли ругались и типа я она с ней по вышла линда вышла с бонни а могла не выйти тогда бы пошла бы одна боль не может быть она уехала бы с завода просто типа знаешь ладно а может быть мы ее типа по-любому теряем тут типа без вариантов знаю можно будет монтажный посмотреть на самом деле вот в этой вкладке если там ну такой значок там короче есть значки со скелетиком значит кто-то умирает кстати в одной сцене в одной сцене вот в конце когда они там с фрэнком я когда искал сегодня вот текущую чтобы начать там у нас прикол в том что там там типа четыре пути и в любом кто-то умирает прикиньте то есть там типа нету другого пути но возможно и должен-то типа умирать шериф потому что он он из прошлого его типа в этом времени быть типа не должно ладненько погнали давайте мы сейчас сразу к делу бежим дальше мы тут уже типа ничего не ищем потому что эти персонажи здесь все нашлись ничего уже не может быть что там было смотреть и даже интересно стал бы же что смотреть а ну такое да я опоздах возможно я говорю только вот тот момент когда она одна выходила единственное это единственное что могло бы повлиять я потом без без стрима короче сыграю тоже этот момент если он реально повлияет и она уйдет вот просто уйдет чтобы там не было но тогда я сниму еще еще одну серию но я думаю что я я думаю что нет потому что у неё же должен быть кусок пленки тогда откуда у нее кусок пленки с она ушла не верю что ты почему бы они и дали этот кусок пленки не знаю нет прости такое щели как будто она по-любому отлетает или или отношении между ними они где-то должны были там как-то вот дружить или наоборот не дружить и просто они бы сыграли по-другому но тогда это типа приколдес от разрабов ты никогда это не знаешь это какой-то мега рандом там вот на нажатии чисто вот взаимоотношения между персонажами что это как-то бы повлияло ну такое себе на самом деле ладно а найти подростков ливневом стоке давайте чё тогда тут мы все бегали мы поэтому быстро все делаем так мне камеру надо найти по моему здесь вот она камера чтобы от фрэнка уже можно было отбиваться но мы его снимаем к их сыра нова фильма главное он увидит он рядом и на него не нападает вот почему линда чего на него не нападает что-то не так с камерой может она ключ к разгадке да да она ладно мы тут уже бежим уже быстренько уверенно так странно вот здесь нет не здесь начнешь дальше соберись он здесь сейчас будет он уже начинает здесь камеру крутить так день там кричат же не поймут там они но они все здесь на линда я должен помочь и пока не бой то что мы капец долго тогда проходили мы сейчас пролетаем просто за пять секунд но это хорошая экономия времени все-таки хочется разные разрядочки посмотреть так вы сбежали от франко стоуна в ливневом стоке так а где стоять можешь где крис а где крис подожди а эти двое где я кстати не понял где крис и где хайма сейчас сойдет коща зашел роберт слушай погоди 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 а где же эти двое не может быть такого что я там пробежал быстро несмотря все помещения типа они там где-то остались может быть такое может быть надо было забежать туда ладно посмотрим но по идее если мы его все равно сейчас запишем то им там ничего не угрожает получается и 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 где где двое других то странно вот это сделано типа погнали отсюда нахер а вот эти два пришли нормально эти 5-ти 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 еще раз нажимать надо быть чем-нибудь куда ты идешь ну стой ты там куда ты блин а ничего не видишь что тут движуха идет научу подходить к нему чтобы он там в последнюю секунду успел сделать свое дело так эти все живы блин жалко бонни конечно момент ладно посмотрим изучим получилось ну типа получилось все кончено все кроме бонни нет у нас осталось одно дельце и вот вещь покажет что он там внутри да вот он здесь так значит четверо выжила это хорошо по боне это вопрос блин в той реальности то она вот умерла совсем прям вот перед началом этих 2020 в двадцать четвертом году грубо говоря получается понимаете да вот теперь смотри и что он выйдет щас выйдет потому что он бонни забрал то есть то что я хотел сделать вообще без смертей как бы не получилось но я попробую отыграть вот с той сцены вот откуда у меня идея как бонни спасти это единственное если это получится я засниму для вас есть не получится тогда не буду выкладывать так как но как будто бы нет смысла да наверно но попробуем но у меня там идея только одна именно в том чтобы когда они поругались бонни ушла на улицу 1 и может быть она не вернется или когда роберт убегает короче он ее по пути там подбирает они у и они уходят смотри возразить стену обвините в густину мне кажется все таки вот сейчас я не знаю меня как будто бы мнение поменялось что стэн как будто бы такой немного алчный чувак да его немножко перехитрили обдурили и в общем короче давай вот так все таки сделаем ты получила сраный фильм чего тебе еще обещан выходит по-любому были мне не знаю ты мне собрала ни в коем случае а вот и нихера ты обещала разве я виноват что ты неверно истолковала мое обещание моя мама только умерла ты знала как мне плохо и воспользовалась этим сила странника силе его корабля ты столько навертела век не расплатишься честно этого схватят да блин да отойди ну ты чё не видишь ну конечно надо подойти к нему поближе естественно да вот на этой сцене по любому типа кто-то умер а вот сюда надо было дать вот этому что цифру надо было дать и он схватит кого вот эту щас схватить линду пожертвовать с собой тут кто тут понимаешь один по-любому отлетает вот в этой сцене я смотрел в монтажный там нету пути что никто не умирает понимаешь чё там там типа вот сколько у нас персов раз два три четыре и там четыре пути и в каждом есть скелет то есть типа там по-любому кто-то отлетает получается так но просто этот чувак не из этого времени понимаешь блин может может блин а кулон отдать кулон стэн блин отдать кулон стену и дать ст и дать этому типу стэна съесть но он будет с кулоном и он его как-то победит может так что ли блин подожди а вообще не знаю ладно будем смотреть будем смотреть варианты я попробую типа потом еще я и сделаю для вас еще один наверное я попробую типа ему отдать кулон и он например его сожрет он типа его сожрет и он будет с кулоном и типа уничтожит фрэнка может такое быть что-то типа защитный на поэтому это говорили ладно давай смотреть надо сэви час всех остальных кого можем дальше аккуратненько правильно вот так постучи по ней просто при 2 ушли и вот так у меня стена прошлый раз собрали ну и понимаешь бред но как это можно отыграть это разрабы просто так придумали типа у меня даже шансов не было причем 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 были я не знаю вот ему то есть его может спасти получается только кулон наверно наверно я не знаю наверно только кулон его может спасти короче у нас будет еще одна серия будем смотреть давайте пока здесь отыгрывать эту как нам свалить то ё-моё но эти сцены были значит здесь эти предметы все найдены давайте этому времени тратим чтобы серию не делать слишком длинную но я видимо сыграю еще одну попробую бонни отправить но это как бы где-то там плюс-минус середине игры возможно я как бы запишу кусочек потом будет старое то что вы уже видели и сразу смонтирую и перейду вот на сегодняшнее начало посмотрим таким вариантом так теперь мне надо этих смотри мы мы мэдди потеряли когда надо было очень быстро нажимать и там это был просто анрил как мы это сделаем как это вот эта штука этого не надо нам это не точно запчасти найдем блин ну там что-то было сверхсложное там помните будет типа линда может пожертвовать собой а может а может это просто убежать но если мы не сделаем это и то мэдди рубанут прям у лифта сразу да то есть там вообще без вариантов будет мне кажется там по-любому это надо делать то что там ну типа вообще никак по-другому значит нам остается только очень быстро нажимать попробовать успеть каким-то чудом я попробую ребят прошлый раз я пробовал это было просто нереально если это было настолько быстро что я так даже нажимать не могу возможно надо на клавиатуре мышки как-то это делать еще никаких идей так починили генератор давай дальше а есть еще вариант давайте раз эта серия не пошла так как я изначально думал что она пойдет помните сцена где августина говорит что она может мы идите по спасти давайте посмотрим что будет вряд ли чё-то хорошее но раз уже все пошло криво то давайте попробуем помочь мэдди а этот его начинает изнутри сам бишь сам как-то с ним бороться внутри может его еще спасти можно так ладно блям уж правда вот если мы медальон отдадим вот этому типу другому да и и вначале дадим его съесть не зарубить топорюгая съесть он при помощи этого медальона как-то сможет блин а тут тут столько вариантов может быть ну типа как раз рабы придумают короче блин 50 тысяч вариантов все чего хочешь придумывай вообще никакой логики так давай попробуем подчиниться ей что мы можем поговорить наедине блять что тут что вы наделали всего лишь череду неизбежных несчастье не жду что вы поймете суть происходящего но есть простая истина нельзя приготовить омлет не разбив ни одного яйца омлет мы что вам яйца вы вылгали обманывали манипулировали теперь нас преследует ужасный монстр я никогда вам не лгала хватит длить мне в уши тетя я могу избавить тебя я заставлю их исчезнуть всю эту боль всю беду просто позволь мне что давайте попробуем ну раз уж все пошло странно погнали интересно что будет я я согласна так дальше жить просто невыносимо я я не могу жить в этом кошмаре кажется самое время перемен заодно мы узнаем на там на будущее если бы мы ее только кнопкой можем спасать либо либо нет ай всю и она также уходит серьезно так светилище так здесь сетка считаем вроде нажать должен был интересно сушно типа да 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 или что ну в плане мэйди мэйди стой тетки она ничего не сделал ничего не понятно так это было у нас это было да это нереально просто лишь тигуру это нереально в прошлый раз я это поражал ты хочешь сказать возможно возможно в тот раз здесь появлялась мэйди как раз это анриэл нажать я вам говорю серьезно это просто анриэл то я жму с максимальной скоростью это невозможно нажать это просто невозможно нажать ты понимаешь пипец какой-то блин я даже попробую поиграть на клавиатуре мышки чтобы понять может быть я мышкой знаешь типа как-то как как змейки в грибах как-то запущено это это анриэл нажать я вам говорю я там ну сколько я 75 процентов прожал вона она поэтому здесь а в прошлый раз это быстрое поражать она мэйди было получается ты идешь я тут еще могу свалить типа понял типа сначала согласиться там более но ты-то дичь поехали ну интересно уже что будет да но это гг я хочу чтобы все это закончилось так и будет блин кстати могут быть новые сцены надо посмотреть документы если будет возможно здесь и лежит этот последний документ мы не нашли одну как бы вещицу маленькую возможно сейчас сцена которой не было и там это будет так вот фрэнк то есть то есть он он просто всех расхерачил сейчас всех вообще понимаешь кроме мэйди вот этой фрэнк фрэнкстон наконец-то стал тем кем должен быть моим воином убийцей достойным сущности брюши между мирами открыта расколотой жертвами и насилием мощь сущности поглотит все а что же я подарила возможность поглотить этот мир я буду ей служить верно и покорно мое призвание впитывать ее знания и разделять ее величие я августин я сущность ваш теперь она с ней видишь выходит и прошлый раз эта сущность сразу ее забрала а сейчас они вдвоем сейчас он их двоих просто рубанет и все да просто их двоих типа мне кажется вариантов не может быть но серия тоже прикольная получается потому что вам тоже интересно что будет в таком случае или в таком случае целая вечность трубок и лучей все ради этого торжества совершенства Когда еще ты узрела бы эту беспредельность? Чистая, необыстная, величина. Че? Ага. Фрэнк, Мэйди вы должна бояться. Нет, нет. Я же тебе говорю. Я же тебе говорю, что это просто анрел. Сразу минус. Сон в видении скоро уйдет, как я и обещала. И я приношу тебе дары. Я все равно жду награды за верную службу. Бесконечно. Нет, все равно, да? То есть, типа постки. Я думал, может быть, если она, типа, дар в виде Мэйди принесла, то ее бы не это, не бахнули. Блин, так было бы, кстати, интереснее. И сейчас ее, бам, снизу. Ммм, интересно, интересно, интересно. То есть, получается, сейчас до финала вообще никто не дожил. Вау, хотели сделать лучше, сделали хуже. Грейт вообще. Это как вообще-то? Как? Но это, блин, я говорю, это логика разрабов. Логика разрабов. А в том времени у нас кто остался? Все, кроме Бонни. Четверо, да? Сейчас. Четверо. Просыпаюсь. Не знаю, где я. Но вскоре я все вспоминаю. А, это мы теперь за Фрэнка играем. Да, я когда первый раз играл, у меня тоже все отлетели. Самый первый, это еще без стрима было. Я тоже здесь, мы типа за Фрэнка играем. Помнишь костер? И мы к костру выходили. А вот у меня сидит тоже трое сидит. А, не, четверо, реально. У костра сидят те, кто выжили, получается. Блин, а почему их не пока... Меня в том времени выжило в 80-х годах. Четверо, у костра сидит 4 человека. Но это типа не те самые, это другие, типа, понял? Это типа другие. И все, и на этом конец. То есть получается, это типа, ну, хреновая концовка максимально, да? Опять. Хотели сделать лучше, стало хуже. Ладно, попробуем, попробуем переиграть, значит, с того момента, где они ссорятся. Это единственная у меня идея, что тогда Бонни уйдет. Что тогда все выживут. И тогда Фрэнк Стоун вообще сюда не перейдет. Вот, но я говорю, это разрабы так специально сделали, чтобы ты игру сыграл несколько раз. То есть ты, ну, любой адекватный человек отлетит. Тут нереально пройти ее. Ну, потому что тут все логичные действия тебя приводят к тому, что ты проигрываешь. И нужно какую-то нелогичную дичь сделать, чтобы по итогу здесь выиграть. Наверное, для реиграбельности так сделано, чтобы было интереснее. Получается так. Так что, ребят, я попробую отыграть с того момента, где мы, где ребята там ссорились. Когда Бонни уходит на улицу, отправим ее одну. Если из этого что-то интересное выйдет, то я еще ролик запишу и попробую дальше до конца доиграть. И показать вам тогда, какая будет концовка. Постараюсь, посмотрю. Может быть и получится. Все, ребятки, всем большое спасибо, кто был. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Всем хорошего дня. Всем пока-пока.